Дорогие друзья, вы на канале Коблин Влог, с вами Катеров Танки и сегодня у нас будет обзор советской артсал тяжелой самогодной артиллерийской установки это с 51 или как его называют буратино вот такая вот громенная штука, по сути это модернизация самоходной аубицы, по-моему B4 она называлась, что-то в этом духе которая воевала в конце Второй мировой войны в составе тяжелых артиллерийских дивизионов резерва ставки верховного командования в общем это элитные артиллерийские дивизионы, относительно немногочисленные, но по боевой эффективности наверное одни из самых внушительных из-за того, что обладали наиболее крупными калибрами вот и в принципе здесь у нас тоже самое, просто модернизированный вариант, более улучшенная в плане ходовой части маневренности и вообще прочих прочих нюансов технических, которых вы, если захотите, почитаете в книгах эта артиллерия у нас расположилась на данный момент на восьмом уровне вот когда-то это была по-моему топовая артиллерия в свое время в тысячу шестых патчах выше ее не было ничего, было только С-51 и был холодильник вот этот вот который сейчас называется Су-14-2, вот раньше было просто Су-14, но сейчас появился еще Су-14-1 вот, но времена поменялись, у нас появилась еще целая линейка артиллерии ну надо заметить, что начиная с восьмого уровня, вот эти все системы, они вооружены в топе одним и тем же орудием абсолютно все, то есть посмотреть на С-51, это Б-4, 203 миллиметра, да вот, если посмотреть на Су-14-1, да, тоже Б-4 в топе ну тут есть еще, правда, МЛ-20, да, на вооружении вот, БР-2 есть, это все не важно Су-14-2 тоже Б-4 в топе и даже у 212-го в топе тоже Б-4 то есть это все на гаубице Б-4 вплоть до объекта 261 вот здесь только другое орудие появляется, меньшего калибра, но более точное, намного более точное вот, то есть вот такой вот расклад у нас так что вот с этой огромной пушкой вам придется воевать очень-очень долго и вот, глядя на линейку исследований, вот это все очень-очень долго будет, так сказать, процесс исследования вы будете набивать руку на использование именно этого тяжелого орудия потому что то, что до него это как бы не самый лучший вариант, по крайней мере хотя бы из-за того, что там очень маленький сплэш то есть если посмотреть на вот эту БР-2 гаубицу, да вот, она такая у нас длинная вот, вроде бы немножко более точная, да то есть вот по показателям, если посмотреть здесь разброс 0.96 время сведения 7 секунд, да вот, здесь 0.9 время сведения 8 секунд то есть явно, как бы, более точная примерно там на 10-15 процентов, да но если посмотреть показатели по повреждению осколками, да вот, ну здесь не видно будет, надо смотреть через снаряды то вот в этого орудия, да, повреждения осколками 3.66 метров разлет и голдового снаряда 5.11, да ну то есть еще голдовым более-менее есть, правда, бронебойный довольно неплохой с неплохим пробитием, ну в общем сейчас попадать с этих бронебойных стало очень-очень непросто а вот топовые пушки в Б4 у него вот эти вот снаряды имеют обычный базовый 6 метров то есть даже голдовый снаряд превышает плюс огромный урон а если посмотреть на голдов тут вообще почти 9 метров 8.49 то есть вот такие вот явные преимущества у этого орудия имеются и вот как раз из-за этого в основном все с ним и ездят в общем ездят из-за сплэша с этим орудием вот игнорируя вот эту бр-2 152 миллиметров которые как бы и побыстрее и поточнее ну собственно говоря даже удвоенная скорострельность да и чуть лучшее время сведения здесь 7 секунд 076 да здесь 8 минут 9 ну точность да, точность повыше время сведения на секунду меньше но опять же не интересно потому что урон в два раза выше в Б4 то есть сразу огромный урон проходит плюс огромный сплэш то есть сплэш это вообще решающий фактор всегда был у Буратуса особенно когда бьем голдой да обычный бронебойный тут 6 метров голдой тут 9 метров да то есть почти 9 ну 8 с половиной это конечно же сказывается ну и можно и бронебойным стрелять но бронебойный конечно такое занятие рискованное потому что он промазал и все или попал там в гусеницу там в экран там попал в башню не пробил ну такое в общем ненадежное хотя конечно если попадете это 260 пробития полтора тысячи урона да сразу же попадет это немало но это конечно задачка такая не из простых с нынешним состоянием артиллерии тем более Буратуса с его вечными доворотами и разбросом да очень непростая еще с плюсов в этой артиллерии можно сказать что она довольно таки визуально красиво оформлена да то есть смотрится она действительно неплохо то есть есть там су-14 холодильник который тоже выглядит такой грюмо примерно как ГВТигр тоже выглядит достаточно грюмо таким квадратическим скучноватым таким видом вот Буратус он у нас такой более менее интересный такой визуально красивый но в любом случае моя такая точка зрения да и всегда мне Буратус визуально больше нравился чем тоже холодильник да вот что еще тут интересного то что потом выход у нас есть на су-14-2 да вот ну там раньше была чуть-чуть другая схема расположения поэтому у меня они уже прокачаны там я уже точно не помню по моему с с 51 мы сразу переходили на 212 да вот потом его отодвинули назад вот получилось появилась это су-14-1 аж потом су-14-2 раньше они были на одном уровне то есть это было просто су-14 уже холодильник да и с 51 Буратус они находились на одном уровне вот просто сейчас их вот так вот подвинули что еще с плюсов да вот это с 51 то что с КВ-2 с КВ-2 можно на него выйти то есть вот такая вот история КВ-2 он прокачивает у нас Т-150 да вот это довольно быстро тут 13 тысячи следования да и вот Буратус тут аж 93 тысячи то есть те кто ездит на КВ-2 они так или иначе долго авто ездят они так или иначе выкачивают этот Буратус и сразу получают доступ к топу в артиллерии с мощной пушкой обходя вот эту всю линейку исследований длиннючую такую которая далеко не всем нравится вот на мой взгляд вот данным сейчас например учитывая в сети Nerf что прошли когда-то имбовые СУ-26 и СУ-5 они сейчас не очень интересные а интересная арта начинается СУ-122А потом СУ-8 вот это все уже более-менее интересная артиллерия и венчает по все конечно 261 со своим очень точным орудием и хорошей динамикой так что придется терпеть все эти неудобства ради вот этой вот машинки топовой 212 там все это все то же самое с той же самой пушкой и там ничего абсолютно не меняется то есть просто другая визуальная форма ну плюс на 212 можно поставить вентиляцию то есть здесь б-4 орудия да и оно везде оно вот здесь это б-4 орудия оно на холодильнике тоже б-4 и на 212 там б-4 то есть набор орудий абсолютно тот же самый единственное по точности ну а из плюсов 212 да что ему можно поставить вентиляцию можно модуль вентиляцию поставить и это тоже добавят то есть можно такой апдейт делать апгрейд такой тотальный скорость сведения за счет усиленных предановодки досылатель и вентиляцию идеальный вариант так и что еще касается значит навыков да ну конечно маскировка как любой артиллерии потому что я уже замечаю это все там как ни крути это ремонт не нужен потому что запас прочности 350 там если уже по вам начали стрелять то не ровен час в ангар отправитесь вот ну здесь у меня правда с навыков злопамятное оно здесь ничего не даст я просто пересаживал с другой техники так в общем этот навык и не сбросил по шуму счету это и не важно самый главный навык для артиллерии это маскировка ну еще плавный ход плавный поворот башни помогает компенсировать остальные все навыки они посредственные абсолютно единственное который тут еще действительно по настоящему важен это вот эта вот лампочка то есть интуиция или шестое чувство точнее шестое чувство это по сути одно и то же вот и ну у нас просто в игре шестое чувство там отвечает один из таких не очень полезных скиллов мало востребованных и чтобы еще можно было порекомендовать это изучить там командиру да и ну радиста у нас нету не странно да абсолютно нету радиста у нас два заряжающих ну одному можно бесконтактно на всякий случай чтобы не сдетонировал при попадании ну вот командиру надо учить орлиный глаз потому что у него будет чуть лучше обзор иногда позволяет там какой-то лишний выстрел сделать когда уже там подъезжает к вашему месту расположения противники можно какой-то дополнительный выстрел сделать вот а так по большому счету больше тут нечего то и учить кроме наверное там виртуоза ну и крайних случаях там король бездорожья когда приходится переезжать с места на место но буратус он очень тяжелый и вообще ему эти перемещения не нужны это тоже не очень часто требуется виртуоз в принципе да более-менее чуть лучше скорость поворота ну опять же это все-таки дополнительные навыки как я говорил самое главное это маскировка лампочка да и плавно ход плавный поворот башни остальное все ерунда что касается комплекта здесь стоит у меня маскировка усиленные приводы наводки досылатель да маскировочная сеть потому что машина высокая в общем ей дополнительной маскировкой не помешает еще бы желательно какой-то там камуфляж прикупить да лишние пять процентов там к малозаметности очень не помешает так как машина высокая незаметная в общем конечно же надо компенсировать этот недостаток всеми возможными способами скорость у машины небольшая 30 км в час преимущественно двигателя в 500 и почти тут 53 тонны это незначительно он конечно быстрее чем холодильник да но все равно этого мало скорость поворота маленькая 20 если уже в условиях там на маневре то не сильно это поможет конечно больше шансов выжать чем уже холодильника медлительного можно переехать все таки в большинстве случаев там например на той же прохоровки да с одной точки там где мы обычно распимся да на аллейку успевает то что холодильник не успевает сделать потому что он очень медленно то есть в этом плане буратус чуть чуть получи чуть быстрее но опять же скорость не зашкаливающая и манерность тоже не зашкаливающая и гонять так как гонял в свое время хумель тоже не получится да и хумель сейчас уже особо не гоняет то есть вот такой сейчас буратус не такой веселый как он был раньше но тем не менее что то он еще может и по крайней мере что осталось без изменений это урон урон и сплэш вот это осталось практически без изменений если вам уже удается поймать там группу противников которые в одном секторе находятся удается свестись туда соответственно то попадание там даром не проходит и даже там самые тяжелые танки если он падает под гусеницы даже там уже маусы снарядов буратуса то где то там 300-400 хп с критом гусеницы это почти всегда он снимает так что шутки с этим орудием плохи ну пожалуй это наверное все по ангарной части потому что сейчас особо рассказывать об этой артиллерии уже не хочется она не такая великолепная как была раньше это скорее тень от былой легенды да но тем не менее по своему будет интересно не позволит вам освоить вот это вот 203-мм орудия б4 да которая будет на последующей артиллерии то есть на холодильнике на 212 вот так что так или иначе вам этот опыт игры на буратусе пригодится а теперь наверное перейдем посмотрим бои ну так как у нас после нерфа арты на буратусах стало играть мягко говоря весело да учитывая что скорострельность снизилась практически там примерно в два раза я уже не буду вникать в эти цифры но в общем играть стало достаточно достаточно игра превратилась в такую очень-очень медленную вот и поэтому нет сейчас возможности практически крайне редко получается бои такие которые можно было бы выставить как интересные динамичные потому что та же сама перезарядка она занимает там чуть меньше минуты и смотреть на это все веселое зрелище мало кому по нраву поэтому в данном случае обычная гайда я делаю с цельных боев но в данном случае это все мы делаем по самым таким интересным реплеем интересным моментом как сейчас видите удалось все таки добить вражеские ст одновременно он настрелил мы в него его уничтожили команда оказалась шикарная пропустили по центру бой на этом закончился насколько я помню даже с этим боем то есть сейчас вообще мало кто играет на вот такой артиллерии да даже с этим боем там по-моему первая степень получилась то есть совсем вроде бы небольшой дамаг небольшой результат но даже его хватило чтобы взять первую степень сейчас мы стреляем тут по засвету нам попадаем в скалу снаряд не перелетел и вот опять долгая перезарядка здесь вот очень удобная позиция для прострела но опять же вот смотрите что проблема буратоса да то есть вот эти углы горизонтальной наводки ужасающие которые не позволяют отслеживать цели там сколько-нибудь долго все время доворачивать корпусом это значительно увеличивает круг прицеливания то есть это все разброс долгое-долгое сведение нутное в общем игра такая очень сложная на буратосе очень сложная игра и отчасти это из-за вертикальной наводки то есть углы то то у него и всегда были ужасающие наверное самые худшие со всей артиллерии что в игре присутствует но артиллерию вот этого уровня ее по нерфили все примерно одинаково да вот но буратос отгреб больше всех потому что у него вот этой компенсации за счет угловертикальной наводки нету которые позволяли бы свестись там заранее как допустим гвп у которой отличные угловертикальные наводки да вот и примерно таком же там разбросе скорости сведения она за счет угловертикальной наводки может просто в секторе держать врага да обстрела своего и спокойно сводиться вот абратос вынужден все время ну сейчас мы бланшот делаем добиваем т34 вот абратос вынужден все время доверачивать гусеницами опять это долгое сведение опять разброс в общем одно мучение а не игра с одной стороны наверное правильно сделать что артиллерию панельфили но с другой стороны надо все таки было действовать несколько более выборочно потому что учесть хотя бы то что у буратоса просто ужасающий УГЭТ вот и при маломальском повороте это круг сведения на полэкрана ну вот надо было все таки чуть чуть как то это все по крайней мере касательно буратаса и вообще другой артиллерии которые ужасные вертикальные наводки помягче этот нерв провести вот учитывая то что им и так каждый поворот дается достаточно тяжело как вы знаете как вы знаете сейчас снаряды мажут достаточно часто вот уже видите там уже с половины тех снарядов которые мы опустили по цели добрая половина не попала недолет перелет ну сейчас мы свелись да ну обхитрил нас ПЗ-4 Ваффентрагер ПЗ-4 в общем поэтому снаряд упал несколько раньше он сдал назад потом пошел вперед мы стреляли на опережение но он пошел в другую сторону и последний в этом бою фрах это объект 704 который долго просто стоял на месте вот и поэтому даже косой буратос умудрился в него попасть и не ерзал вправо влево он не менял там свое положение значительно только вперед назад двигался что в общем даже с нашими замечательными углами вертик горизонтальной наводки позволило свестись и попасть мы видим там по засвету стреляем где заборы падали наугад стреляли непонятно был результат не было результата сейчас подсвечивает наш мы его быстро уничтожили 131 мы на этот сектор продолжаем сводиться вот надеюсь что союзники нам подсветят делаем выстрел и очень повезло что там стояла ИСУ ИСУ не успела среагировать не успела отъехать ИСУ как ИСУ как ИСУ и тому подобное и тому подобное и даже фердинад но фердинад он чуть покрепче они отгребают моментально в буратасе попадание в крышу все это почти всегда ваншот даже сплэш под гусеницей там оставляет им просто копейки очень жестко по ПТ бьет ну кстати попадание с буратаса во фентрагеру е100 в область крыши это тоже практически всегда гарантированный ваншот чем чем хорош всегда был хорош буратас тем что он обладал на восьмом уровне пушкой которая по мощности соответствовала большинство орудий те же немецких там 9 10 уровня да это все на восьмом уровне это конечно значительный плюс ну и учитывая что раньше конечно сводился получше и стрелял почаще то в общем была действительно такая арта популярная сейчас конечно же наверное лучше играть все таки на том же холодильнике из-за того что не чуть поменьше разброс при вот этих всех поворотах ну исчез из-за света не видим мы его хотя 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 не хотим переводиться хотя не хотим переводиться в общем стреляем не попадаем на опережение стреляли то есть уже зная как долго сводится буратас мы предпочитаем держать какой-то сектор под контролем нежели там сводиться на засветившийся соперника который через несколько секунд исчезнет да и нам опять надо будет наводиться на новую цель которая которая засветится в общем вот так вот вот такое дергание получается стреляем точное попадание точнее ну близкое попадание в уже уничтоженный танк карта перевал так ну тут мы его сплэшем зацепили все таки хотя он исчез за света но сплэшем он получил незначительно но тем не менее две поврежденные гусеницы там треть хп вот выбираем всегда вот на брата тяжелая артиллерия выбираем такие тяжелые неповоротливые объекты всякие ттпт неповоротливые это идеальные просто цели сейчас а т7 тоже получил сплэша но он получил еще меньше чем тигр он очевидно успел немножко отъехать назад в общем может у нее подбой не слишком он получил на самом деле так сица я а вот он несчастных 13% потерял так еще один выстрел сразу после выстрела отъезжаем назад поэтому мы не посмотрели куда упал снаряд хотя в принципе можно это делать и в режиме арт прицела спокойно так сосушка сводимся сюда тут еще надо перекинуть он все таки за камнем стоит вот но он тут отъезжает мы долго думали надо было чуть раньше стрельнуть и мы бы точно попали ему в область двигателя это все это тоже был бы ваншот но получился только сплэш почти на 400 хп скрытым гусениц так видим ягодный сейчас тоже будем стрелять на опережение потому что очень долго перезаряжается пока перезарядиться уже и противник исчез из вида в принципе арты уже нету можно вообще особо не ерзать встать себе да стрелять спокойно да и честно говоря артоводов которые по сплэшу стреляют сейчас один наверное на тысячу то если встретишь это старой закалки масса вся ушла на пт но не попали мы сейчас по яе к сожалению и в этот раз просто шикарное попадание по атешке ну он правда да он тоже в уязвимой позиции был он разворачивался на месте и это конечно же не могло не сказаться вот и снаряд прилетел точно в цель но здесь уже оставшись это с остатками хп ешка была забрана нашими союзниками карты зимних химмельсдорф вот вообще эта карта как его считается особо не играбельной для арты но есть несколько мест в которых реально можно простреливать неплохие участки вот ну тут конечно все надо заранее приготавливаться тогда какую-то эффективность можно показать на этих картах и опять же при раскладе что союзники там будут задерживать противников это даст возможность нам работать по противникам то есть когда они долго в каком-то секторе находятся вот это все конечно же тоже сказывается позволяет нам дольше сводиться на определенный сектор здесь вот вроде как все простреливается но правда единственно что замок перекрывает обзор вот и вот эта башенка тоже перекрывает обзор ну когда здесь вот они толпятся это довольно таки хороший сектор для обстрела сейчас он копия восемьдесят пятки китайская получает ваншот отправляется в ангар в принципе в принципе да вот на арте подобного плана если углы вертикальные наводки чуть получше то можно просто этот сектор весь контролировать без доворота гусеницами когда у гн и позволяют это делать у нас у гн и очень-очень маленький поэтому там любой маломальский поворот от нас требует точнее маломальское движение противника в стороны от нас требует поворота гусеницами так ну все тут уже конечно прорыв пошел вроде бы и численно выигрываем соперники уже в самом нашем логове и никто у нас конечно прикрывать и не собирается поэтому мы сначала стояли здесь но вот здесь видите как мы хитро делаем нас обошли естественно и все что мы могли сделать это не успевшего сбросить скорость лтшника поймать просто своим корпусом вес у самоходки тяжелый вот и поэтому таким образом его уничтожили тоже такая маленькая тактическая хитрость в принципе она известна всем более-менее опытным артоводам да кто играл на тяжелой артиллерии как бы ничего такого гениального тут нету но может кто из новичков кому-то будет этот прием полезен вот такие вот легкие танки они в артиллерии это тяжелые от холодильника буратос там агвт они все разбиваются в пух и прах потому что вес под 60 тонн стреляем пытаемся на опережение попасть но не попадаем вообще начало этого боя конечно такое не самое радужное получилось вот опять же вообще динамичные бои когда противник вот как сейчас он перемещается перемещается для буратос это практически невозможная цель взять ее в прицел почти нереально опять же углы вертикальной наводки то есть углы горизонтальной наводки не позволяет вот сейчас он шел более-менее такой по косой да не слишком сильно ходил в сторону по горизонтали поэтому все таки мы его зацепили и то это было на грани уже опять разброса на грани выхода за углы горизонтальной наводки влево вот и сейчас вот идёт четко по линии вот здесь да вот в этом случае вот еще его поставили на гуслю вот есть в этом случае да в этом случае буратос себя чувствует хорошо то есть когда у него такой узкий сектор обстрела противник движется в рамках этого сектора ну а еще если его зафиксили вообще замечательно вот в этой ситуации он силен да даже сейчас рядом кинуть сплэшем все равно его коснет и хорошо вот как сейчас особенно касается это голдовых фугасов там почти 10 метров поражение осколками да можно брать бомбардира вот и это наверно это наверно та редкая арта которая может сплэшами брать бомбардиров на восьмом уровне и уверенно стреляем немножко не успеваем медленно летит снаряд вот раньше он конечно быстрее летал поэтому чаще попадал по цели в частности по движущейся цели вот ну что имеем то имеем сейчас где-то в этом районе артиллерия мы уже сюда сводимся так пытаемся проконтролить предполагать что он здесь съехал в эту низину это было бы логично по крайней мере единственное что здесь наверно насторажит то что вот это вот причальщик маленький вот этот он не поломан и значит скорее всего арты здесь нет он все таки угадал артиллерия в этом районе правда выше чем ожидалось бросаем и попадаем еще своего покоцали прилично ну что поделать зато фраг взяли в общем вот такая вот у нас ситуация с буратасом сейчас он конечно печальный вот не знаю рекомендовать вам его прокачивать или нет ну кто в любом случае кто через там прокачивать через тяжи этот буратас так или иначе они наверное на нем будут ездить потому что это сразу выход в самую топовую артиллерию на этом изиждется популярность буратаса несмотря на все его нерфы вот ну как я уже говорил на данный момент артиллерия это противоречивая и очень-очень сложное управление опять же в основном из-за ужасающих углов горизонтальной наводки и любое движение там сторону за эти углы оно вызывает расширение круга сведения до масштабов экрана очень-очень долгое сведение и вот это вот основной такой фактор даже даже не пониженная скорострельность даже не увеличенная вероятность там разброса этих снарядов и даже не уже занерфленная скорость полета снаряда больше всего достает это именно при повороте вот этот разброс огромный огромный и очень долго надо ожидать пока круг сведения опять дойдет до точки и противник опять начинает перемещаться это опять тоже требует нашего поворота опять это разброс круга сведения в общем и так повторяется сразу в раз в общем надо очень расчетливо делать это все наводиться с упреждением чтобы было время свестись на цели только так вот можно сейчас на Буратасе воевать то есть но зато после него если вы будете играть на ГВ Пантере с ее великолепными лами оризонтальной наводки то вы просто как в рай попадете вот такое мое мнение по Буратасу если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте что после Буратаса у нас там идет объект 212 да вот и после него уже идет выход на топовый 261 который всегда отличался отличной точностью и вот эта артиллерия как бы стоит всех наших вот этих мытерств и напоследок не забывайте зажимать кнопочку x точнее нажимать если хотите чтобы случайно при повороте слежение целей ваш ваша сауне развернулась и не произошел разброс прицела сауне 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 и сауне сауне прицела